Значит, коллеги, кратко совершенно напомню, о чем идет речь. Речь идет об оценке наполнения, о балансе жидкости в организме и об оценке наполнения лучевого пузыря у людей, которые не чувствуют его. То есть вот на этой диаграмме. Значит, о чем идет речь? То есть вода проходит через желудок, кишечник, кровь, почки и попадает в лучевой пузырь. То есть у людей, которые слабо ощущают его, есть проблема переполнения и, соответственно, со всеми вытекающими. Почему? Потому что за все отвечает мозг. Вот эта вот связь нарушена, если есть травма позвоночника, например, или другие какие-то патологии. И мы хотим заменить этот средств человеку, заменить работу мозга конкретно в контексте переполнения и вообще, в принципе, оценку наполнения жидкостью лучевого пузыря. Значит, откуда, в чем инновационность подхода? Значит, вот диаграмма с сайта НАСА, которая позволяет, значит, они озадачены с этой проблемой еще в 60-х годах. В космосе, понятное дело, объем оценить очень трудно. Нужна гравитация, как бы в мерный стакан это дело никак не наливается. И поэтому нам придумали, и мы тоже с этим согласны, по времени. То есть время дает возможность оценить скорость и объем жидкости. То есть программа тренируется один, ну, то есть какое-то время тренируется на конкретно индивидуального человека по времени, и дальше он долгое время пользуется. То есть без мерного стаканчика совсем обойтись не удается, но ее можно тренировать один раз в квартал, например, а потом полгода этим пользоваться. То же самое и на потребление жидкости. То есть человек тренирует ее, садится дома, пьет чай, в данном случае пьет чай и взвешивает то, как он его пьет. Программа запоминает, значит, обрабатывает раны, обучается и выделяет три группы лотков. Большие, средние, маленькие, и в зависимости от того, какой это напиток горячий, холодный, и что это за напиток. То есть человек может ввести туда несколько разных напитков, натренировать его, а потом просто указывать, что я пью чай или я пью кофе. Вот, в принципе, этого достаточно, но если он будет при этом нажимать на кнопочку, что я сделал лоток, я сделал три лотка, четыре и так далее, то мы сильно облегчаем людям жизнь тем, что не взвешиваем, он может с собой в усидневной жизни не носить никаких измерительных приборов. То есть он просто замеряет либо время, либо лотки. То есть либо он, когда пьет, он нажимает, просто выбирает напиток, и мы уже оцениваем, сколько он может выпить. Но если он будет, сколько он обычно пьет, но если он будет нажимать во время, значит, потребления жидкости кнопку, соответствующей лоткам, то точность, соответственно, повышается. Значит, обратный процесс то же самое. Нажимается кнопка старт, время запускается, нажимается кнопка стоп в конце процесса, и заранее тренированная модель дает ему оценку, значит, сколько жидкости из организма вышло. Ну и, соответственно, баланс жидкости, сколько он потребил жидкости и сколько из него этой жидкости вышло, уже с учетом того, что литр, например, жидкости выходит с легкими, с дыханием. Вот, ну, там есть другие еще, через кожу и, собственно, соответственно, через мочевой пузырь. И оцениваем, сколько сейчас процент наполнения мочевого пузыря, чтобы он мог вовремя его ослупать. Ну, вот, ожидаемый эффект, и я вам сейчас хотел бы показать, как это на моем смартфоне работает, в динамике карта. Значит, что это? Значит, коллеги, вот попытаюсь показать сам процесс. Сам процесс, то есть вот, когда мы пьем жидкость, мы выбираем напиток, в данном случае просто он тренированный на чай, поэтому я буду показывать, как чай. Значит, просто, что у нас чай сначала горячий, пьем там маленькими глотками, потом средними, потом больших глотков, и оценивается объем. Значит, потом он стал теплым, сделали несколько глотков, самое большое количество. Человек делает среди глотков теплого напитка, потом он совсем остыл, мы сделаем тоже несколько глотков, и все, дадим 300 мл, закончили. То есть теперь у нас на баланс жидкости 300 мл, при этом ничего в пузыре, ничего нет, ноль, потому что она поступает туда постепенно. Я сделал переход во время, чтобы продемонстрировать работу. Давайте перейдем на пару часов вперед. И мы видим, что у нас ночевой пузырь наполнен на 63%. Значит, и это самое время его как бы освободить. Теперь обратный процесс, выход жидкости, то есть человек либо пользуется катетером, либо просто идет, соответственно, в туалет, начинается процесс, он нажимает на кустах. Модель, уже заранее тренированная модель, насчитывает ему, значит, объем, нажимает на кустах, и, собственно, и все. Мочевой пузырь уже освобожден на 100%, и в организме остается еще 30 мл воды. Собственно, можно снова начать. Ну, вот такая вот простая программа, которая еще имеет, я немножко не доделал, но она имеет интеграцию с электронной историей болезни, отмойка, собственно, просто. Ну, вот приблизительно вот так вот это работает. Спасибо, у нас есть 20 секунд. Спасибо, если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо.